Здравствуйте, уважаемые студенты! Начинаем нашу завершающую лекцию, восьмую. Называется она «Этика психиатрии и психотерапии». В основном о психиатрии мы будем говорить. Ну а также некоторые морально-этические проблемы, возникающие в связи с ВИЧ и заболеванием СПИД. Распотрим такие вопросы, как специфику этической проблематики в области психиатрии. Поговорим о кризисе врачебного патернализма, психиатрии, движении антипсихиатров, так называемом. Некоторые подходы к проблеме, современные подходы к проблеме принудительного лечения рассмотрим. А также довольно коротко рассмотрим морально-этические проблемы ВИЧ-инфекции и СПИД. Ну и поговорим, конечно же, о СПИД-офобии, как о феномене, который в связи с этим заболеванием имеет место. Итак, согласно данным ВОЗ, в настоящее время приблизительно около 450 миллионов жителей Земли имеют какие-либо психические расстройства. В течение жизни шизофрении болеют свыше трех миллионов взрослых. То есть семь из тысячи человек, давайте так посмотреть. Примерно у 1% населения в мире обнаруживают признаки шизофрении, у 3-5% умственной осталости, ну и 5% депрессии. Такая статистика, говорящая о том, что психические заболевания достаточно большое место занимают среди других заболеваний, ну и вообще являются серьезной проблемой современности. Причины этого роста психической заболеваемости называются различные. Это и в том числе неблагоприятная социально-экономическая обстановка в стране в той или иной, хотя это тоже на самом деле такой фактор вовсе неопределяющий. Социальная незащищенность, то же самое можно сказать, безработица, межнациональные этнические конфликты, вынужденная внутренняя и внешняя миграция, ну и другие факторы, которые способствуют развитию стрессовых состояний. Речь идет, конечно, не о причинах психической заболеваемости, а вот здесь как бы делается попытка объяснить тот рост психической заболеваемости, которая имеет место быть. Ну, сразу нужно обратить внимание на этимологию слова психиатрии. Психиатрия, психе, душа по-гречески, ятрос, врач. И вот это название психиатрия адекватно отражает главную цель профессиональной деятельности психиатра. Врачевание психических расстройств, компетентная и умелая помощь, прежде всего душевно-больным людям, ну и также любому человеку, нуждающемуся в помощи подобной. То есть в этом смысле психиатр, современный психиатр, в западных странах психоаналитик, да, очень модная такая профессия, специальность, да и психотерапевт тоже, они каким-то образом, в каком-то смысле заменяют священник, который, собственно говоря, и помогал людям в решении душевных, в том числе, проблем. То есть это было в компетенции священников. Именно поэтому, может быть, да, в психиатрии наибольшей степени выражен тот паттернализм, о котором мы не раз с вами говорили, это сакральная модель медицины. Но так или иначе, нужно заметить, что из всех медицинских дисциплин психиатрия в наибольшей степени имеет дело с человеком в целом, с учетом его биологической, психической, духовной и социальной составляющей. Ну и нужно сразу же заметить, что, конечно же, далеко не всегда то, что мы сейчас называем психическими расстройствами, заболеваниями, было в полной мере виденными медицинами. Но вот, строго говоря, отношения, хотя и раньше, да, были, конечно, такие вот некие прецеденты, но тем не менее отношения к помешанным больным, то есть к больным людям, да, с психическими расстройствами, начинают устанавливаться почти одновременно во Франции и в Англии в самом конце XVIII века. То есть к ним начинают относиться как к больным. И вот одновременно, да, как я уже сказал, во Франции и Англии, во Франции, понятно, да, это период Великой Французской революции. И вот главная заслуга в том, что сумасшедшие были подняты до достоинства больных, принадлежит французскому врачу, знаменитому врачу Филиппу Пинель, который в 1793 году, в буквальном смысле слова, снял цепи из душевнобольных в Парижской государственной больнице Бисеттер. Его реформа психиатрии сразу же оказалась неким апофеозом, да, врачебного патронализма. Пинель прямо сравнивает своих пациентов с детьми, а созданный им в психиатрической больнице семьей. Вот патронализм Пинеля – это не только этическая позиция, но и суть его терапевтического метода, так называемого нравственного лечения, в применении которого исключительная роль принадлежит врачу, его нравственному и физическому совершенству, что очень важно, да. Но вы знаете, он еще в свое время Парацельс говорил о том, что врач должен так или иначе устанавливать душевный контакт с пациентом, то есть в этом смысле сам стремится к совершенствованию душевному, духовному. Но это скорее все-таки к психотерапии в большей степени относится, тем не менее. Пинель своих пациентов учит свободы и даже принуждает к свободе. Такой вот термин, да. Идея принуждения к свободе сочетается у него с допустимостью. В некоторых случаях, в отношении некоторых больных, например, он говорил, тех, кто одержим слепой ярости, по отношению к нему допустимо применение разумных мер стеснения при помощи камзола, да, смирительной рубашки и временной изоляции. Примерно спустя 50 лет английский врач Джон Каннолли углубляет этический аспект врачебного метода Пинель и предлагает исключить в отношении душевнобольных любые меры стеснения. Это середина 19-го века. Спор вокруг предложенной каноли системы никакого стеснения, так называлось, стал общеевропейским. Этот общеевропейский исторический спор оказался глубоко символичным и имел существенные последствия. Хотя основы доктрины врачебного патернализма им никак не были затронуты, естественно. Собственно говоря, кризис патернализма, психиатрии, да и, собственно говоря, кризис психиатрии, он разразился в 50-е, в середине 50-х годов 20-го века. Вы видите, что в начале 20-го века были, скажем так, разработаны достаточно такие вот агрессивные методы лечения психических расстройств, заваливаний, хирургические методы, например, лейкотомия и так далее. Даже Нобелевскую премию, видите, получил, видите, португальский врач, да, Эго Шмоннич. Разработку подобного метода. Хотя в 50-е годы, в том числе с появлением осложнений после подобной операции, появление необратимых изменений в головном мозге, число этих операций начинает сокращаться. Хотя в какой-то степени, да, определенный период, исторический период, было достаточно хирургическое вмешательство достаточно распространенным способом лечения болезней и лечения психических заболеваний. Что очень важно, да, что подобные методы очень часто применялись, скажем так, и выглядели в виде злоупотреблений. Ну, я хочу вам привести пример, да, есть такой писатель, был такой писатель, Кэн Кизи, американский, да, написал книжку, да, пролетая на гнездом кукушки, по ней был снят фильм Милышем Форманом, очень такой хороший. И как раз, собственно, эта проблема поднимается и главному герою, который попадает в психиатрическую лечебницу, ну, скажем так, для того, чтобы уйти от проблем, там, законом, но это не так важно, да, важно, что он туда попадает, будучи здоровым человеком, да, как бы сам идет на это, он в конечном итоге подвергается операции лоботомии, то есть, его превращают в овощ буквально, из человека, лишенного всякой воли. Ну, мы об этом еще поговорим, о словопотреблении. Итак, в 50-е годы наблюдается кризис врачебного патернализма в области психиатрии. Предвестником этого кризиса в западных странах стал кризис психиатрических больниц, начавшийся в 50-е годы 20-го века. В 55-м году комитет экспертов ВОЗ высказался за необходимость расширения лечения психических больниц, больных, извините, без изоляции от общества. И в 60-е и 70-е годы в психиатрии США активно проводится новая политика, политика деинституализации психических больных, психических больных. То есть, отказ от принудительного содержания их в психиатрических лечебницах. Основная причина нововведения заключалась в широком применении к тому времени психотропных средств, в результате чего в психиатрических больницах стали накапливаться больные, которые в силу сложившейся традиции не выписывали из больницы, но которые, по сути дела, уже не нуждались в стационарном лечении. Старые психиатрические больницы критиковали за их огромные размеры, за удаленность от мест постоянного проживания большинства пациентов, но в особенности за общую направленность деятельности, которая в большей степени ориентирована была на опеку, на изоляцию, чем на лечение и реабилитации больных. Вот как раз этот аспект проблемы, поднимается в книжке и в фильме, о котором я вам говорил, пролетая над недом кукушки. Кстати говоря, тоже, если уж говорить о кино, несколько лет назад вышел фильм Клинт Эйстфуда «Подмена». Там вот тоже очень интересно показано в Соединенных Штатах и Америке в 30-е годы применение психиатрии, психиатрических больниц в качестве такого репрессивного средства, воздействуя на героиню этого фильма. Ну, если хотите, можете посмотреть довольно интересный фильм «Подмена». Это как бы фильм не совсем об этом, но в том числе и о проблемах психиатрии. которые имели место в 30-е годы. И против чего, собственно говоря, и развернулось в том числе движение антипсихиатров, о которых мы сейчас и поговорим, о котором мы сейчас и поговорим. в 60-е годы в Европе, в Америке вокруг психиатрии разворачиваются вот эти вот драматические события, которые по-своему предвосхищают некоторые сюжеты дальнейших биоэтических концепций. это, конечно, прежде всего движение антипсихиатров, утверждавших, что психических болезней не существует, а имеют место макросоциальные кризисные ситуации. Можно сказать, что это тоже такая крайность некая, да, в обратную сторону их понесло. они утверждали, что психиатрический диагноз в основном, конечно, речь шла о шизофрении, наиболее распространенном диагнозе, что только по шизофрении не подгонялось. Они утверждают, что психиатрический диагноз это социальный ярлык, что психических больных нет, а есть лишь анормальные индивиды, которых общество с помощью психиатров изолирует, что психиатрия не наука, что психиатры не врачи, а полицейских белых халатах, да, против этой репрессивной функции психиатрии, которая имела место и которая стала использоваться властями, потому что очень удобный такой вот аппарат принуждения, контроля, да, вполне, как бы, да, как казалось с точки зрения медицины даже оправданной, это имело место и в Советском Союзе, как вам известно, подобное применение психиатрии, скажем, в репрессивных целях. Ну, в частности, вот на Западе это движение антипсихиатров, конечно же, выступает против этого. в практической программе антипсихиатров Апцент ставится на устранение любых иерархически репрессивных черт жизни больницы, обучение персонала новым ролям, да, как они говорили, о больных новому пониманию своего кризиса. реальные антипсихиатрические эксперименты в Великобритании, ФРГ, других странах, прежде всего, разрушили институциональный порядок психиатрических больниц. Они отменяли использование психотропных седативных средств и так далее. Доходило до крайности, некоторые антипсихиатры не считали даже необходимым препятствовать человеку его стремлению к самоубийству. До такого доходило. И вот идеологи антипсихиатрии называли свое движение, инициированное движение третьей революцией психиатрии. Считая первое движение против процессов Вильм, которое имело место в новое время, второе реформу Пенеля, о которой я уже говорил, ну и третье собственно свое движение. Антигоспитальное и антипсихиатрическое движение стали притечи действительно радикальных изменений психиатрии уже в 70-80-е годы, когда социальный контекст оказания психиатрической помощи стал в основном определяться идеей защиты гражданских прав душевно больных. Ну, как понимаете вы, это уже собственно говоря биоэтическая проблематика, да, вот эта вот идея прав личности, да, в том числе гражданских прав душевно больных, в данном контексте, идея соблюдения права достоинства, автономии индивидуума, она биоэтическая собственно. В нашей стране эти изменения нашли отражение уже в 90-е годы, и прежде всего в законе психиатрической помощи, гарантиях прав граждан при ее наказании, ну и конечно же в кодексе профессиональных антипсихиатров, который был принят российским обществом психиатром еще в 1994 году. Ну, вы видите здесь указаны некоторые события, которые определили современные подходы к очень важной проблеме принудительного лечения. Мы немножко уже о ней говорили. Собственно говоря, уже в 1954 году комитет экспертов ГОЗ определил принудительный госпитализацию социально опасных психически больных через суд как унизительный для них и их родственников. В 1959 году в Англии, например, был принят закон о психическом здоровье, в котором вводился современный принцип добровольности оказания психиатрической помощи. И в конце 50-х в Великобритании добровольная госпитализация происходила примерно в 75 случаях. В 1987 году в большинстве европейских стран, а также США, Канаде, более 90% помещения психиатрические стационары осуществлялась на добровольной основе. Ну, что здесь нужно сказать? Ну, во-первых, здесь, конечно, существует масса проблем, и полностью отказаться от принудительной госпитализации невозможно, да и небезопасно, скажем так. Но, тем не менее, считается это действительно так, что недобровольная госпитализация всего лишь особый случай в медицине, должно быть, да, а не норма. И вот здесь, конечно, краеугольным камнем является получение согласия компетентных больных в каждом случае назначаемого психиатрического лечения. это очень важно, да. Ну, что касается этики, то нужно заметить, что проблема, да, она, в общем-то, как я уже говорил, никуда не девается. Так или иначе, целая категория пациентов не может рассматриваться как компетентная, то есть способная принимать решения и по отношению к ним эта принудительность сохраняется. но все же существует некая аксиома, да, как говорят, аксиома по поводу компетентных пациентов. Она следующая, наличие каких-то психических расстройств больного совсем не противоречит его способности дать добровольное, осознанное согласие на лечение. Несмотря на то, что в практике врача-психиатра элемент патроналистского отношения к больным гораздо более выражен, чем у других врачей-клиницистов, получение добровольного согласия больного на лечение не должно никогда сопровождаться обманом, угрозой и тем более насилием. Ну и собственно говоря необходимо следить за тем, чтобы больному, больному, да, психически больному относились все-таки прежде всего как человеку, гражданину, имеющим определенные права. Ну и конечно ни в коем случае нельзя доказывать ему, что он сошел с ума, да, буквально. Это недопустимо. Предпочтительно использовать такую нейтральную лексику, нервное расстройство, тяжелое нервное расстройство, то есть расстройство, да, такой психотерапевтический момент здесь очень важен. Особый вопрос вот сообщения больному, информация о диагнозе. Закон в принципе не обязывает врача-психиатра при получении согласия на лечение непременно сообщать больному его диагноз. Если диагноз не вызывает больного категорического неприятия или выраженных отрицательных эмоций, то врач вполне может обсудить с ним вопрос, да, причем не только неврозы, психопатии, депрессии, но и даже шизофрения. Такой диагноз в принципе можно обсудить. Также очень таким щекотливым вопросом является вопрос о продолжительности лечения, который также и должен быть так или иначе обсужден с пациентом. Правда, здесь нужно также избегать излишней категоричности. И вот принцип добровольности при оказании медицинской помощи включает в себя право больного на отказ от медицинского вмешательства. В частности, это право пациента закрепляется в законе Российской Федерации о психиатрической помощи, например, в статье 12. А вот ограничение этого права больного и его законных представителей на отказ от лечения допускается лишь в строго и четко оговоренных случаях. И вот закон, о котором я уже говорил, о психиатрической помощи в своей 25-й статье совершенно четко указывает, когда можно проводить перспективизацию душевнобольных без их добровольного согласия. Во-первых, если речь идет о психопатологических состояниях, которые определяют как тяжелые психические расстройства. Во-вторых, когда обследование и лечение больного возможно только в стационарных условиях, то есть амбулаторное лечение исключено. Ну и третьих, когда состояние больного должно иметь хотя бы одну из следующих характеристик. Прежде всего, больной предоставляет непосредственную опасность для себя или окружающих. Больной беспомощен, то есть не способен самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности. Ну и наконец, психическое состояние его таково, что оставление его без психиатрической помощи нанесет существенный вред его здоровью. Вот это условия, которые необходимо должны быть соблюдены при недобровольной принудительной госпитализации, которые тем не менее остаются этически проблематичны. Все равно и в каждом конкретном индивидуальном случае должно приниматься ответственное решение. Простая принудительная госпитализация через суд, она в общем-то достаточно уязвима с этической точки зрения. Ну и хотелось бы коснуться очень важного принципа, который имеет место психиатрии. Это принцип «не навреди». «Не навреди». Какой вред может нанести психиатрическая практика в принципе. Ну, прежде всего это, мы уже говорили, принуждение. Диапазон мер принуждения психиатрии очень широк. От безобидных ситуаций недобровольного разведетельствования психиатром, например, в некоторых случаях экспертиза трудноспособности, до принудительного введения лекарств или принудительного кормления. социальные ограничения и запреты, которые прежде всего касаются выполнения психически больным отдельных видов профессиональной деятельности, деятельности, не являющейся профессиональной, но связанной с источником повышенной опасности, например, вождения автомобиля. Далее, отчуждение, которое, как правило, присуще отношению современного общества душевно больным. Сам факт обращения к психиатру или пребывания в психиатрическом стационаре или на учете, так сказать, психиатрические диагнозы, ставшие известны посторонним, все это становится в оценках обывателя теми ярлыками, которые как бы стигматизируют психических больных, унижают их человеческое достоинство, создают вокруг них эмоциональную изоляцию, способствующих дискриминации и даже эксплуатации. Собственный моральный вред, причиняемый душевным больным врачами или медперсоналом, проистекает из нарушения медиками профессиональных этических норм, конфиденциальности, прежде всего, правдивости, невмешательства в личную жизнь и так далее. опасность нанесения вреда пациенту, она должна никогда не забываться психиатрами и психотерапевтами. Также очень существенным моментом является вред, который сопутствует применению инвазивных методов исследований и методов лечения с побочными действиями. Нанесением вреда больному чреваты не только такие небезопасные методы исследования, как спинномозговая пункция, например, но и генетические, эпидемиологические методы исследования. Например, генеологический метод, как мы уже говорили, может привести к актуализации чувства вины у близких родственников больного. Мы этот вопрос уже с вами обсуждали в другой связи, в связи с медицинской генетикой. Ну и здесь, конечно, нужно еще раз вспомнить, что в истории терапии душевных болезней имеются самые разные страницы, в том числе и негативные, так называемая механизированная психотерапия, например, немецких психиатров. Использовались такие средства, причиняющие боль, жгучие втирания, нарывные пластыри, прижигание железа, а иногда и просто применение плетки имело место. Как я уже говорил, методы психохирургии, различные шоковые методы и так далее. Мы здесь должны отметить, что на самом деле вред, который наносит человеку подобные методы, огромен. применение психотропных лекарственных средств нередко сопровождается серьезными побочными действиями, нарушением двигательной активности, расстройством походки и так далее. Нужно помнить, мы с вами уже на первой лекции говорили, на первых занятиях, что область морали, в собственном смысле слова, есть область мотивизации поступков, область нравственного выбора. И здесь в связи с нашей темой очевидно, что использование ограничения свободы и социальных санкций, применение показанных больному небезопасных методов исследования терапии и психиатрии также необходимы, как скальпель хирургии. И вот в согласии с принципом не навреди, моральный выбор в таких условиях, выбор, который осуществляет врач, должен быть выбором меньшего зла. Практическое действие данного принципа в работе врача-психиатра дифференцируется в зависимости от клинической картины, ну и главное тяжести состояния больного. Ну и несколько слов по поводу злоупотребления, которые имеют место в психиатрии. в психиатрии. Ну, вот основным нормативным актом, если можно так сказать, медицинской этики по поводу злоупотребления психиатрии. Психиатрия является так называемая Гавайская декларация Всемирной психиатрической ассоциации. Где четко указано, что злоупотребление психиатрии есть использование этой клинической дисциплины положения, полномочий и особенностей врача-психиатра, а также персонала психиатрических учреждений во зло, во вред больному или его близким. Вот такова исходная позиция этой декларации. Использование злоупсихиатрии подкрепляет неподобающее применение как знания, специальных методовых средств, ну и собственно говоря особенности самой системы социальных учреждений. злоупотребления психиатрии могут иметь самые разные аспекты. Самые такие серьезные связаны с постановкой психиатрического диагноза. Ну вот в качестве примера можно сказать собственно говоря признанным стало тот факт, что в 60-е и 80-е годы 20-го века в отечественной московской школе психиатрии получило распространение так называемая гипердиагностика шизофрении. Вот это была действительно серьезная проблема гипердиагностика. С этической точки зрения необходимо четко разграничать две группы ошибочных врачебных диагнозов такого рода. Первая группа это диагностические врачебные ошибки, понимаемые как можно сказать добросовестные заблуждения. А вторая группа это случаи когда ошибочные диагностические заключения не просто неверно отражают состояние психического здоровья пациента, но и обязательно обусловлены немедицинскими факторами. Вот эти немедицинские факторы, которые должны быть из психиатрии исключены. Еще раз говорю, соблазн их использовать, использовать психиатрию, скажем так, для решения немедицинских проблем очень велик, особенно в странах, не вполне благополучных, скажем так, в социальном смысле этого слова. Тем не менее, это, конечно же, должно быть исключено и противоречить нормам этики без всяких сомнений. И вот, начиная с принятия Гавайской декларации, как международные, так и национальные этико-правовые документы содержат конкретные положения и нормы, запрещающие под видом лечения применение психиатрических следств в немедицинских целях. В частности, например, для наказания лиц, страдающих расстройствами психическими, ну или в интересах других лиц, в интересах, допустим, государства. Хотя, в общем-то, еще не так давно даже в психиатрии можно было столкнуться с назначением личных нейролептиков не по клиническим показаниям. Допустим, за нарушение режима. Особенно красноречий факт зависимости назначаемой дозы медикамента от тяжести проступка. Сюда же следует отнести факты назначения снотворных и седативных следствий, опять же, не по клиническим показаниям. Сейчас это, естественно, прямо запрещено законом Российской Федерации о психиатрической помощи. И, конечно же, осуждается как несовместимое с врачебной этикой, в частности, в кодексе профессиональной этики психиатра. Но также здесь имеет такое место возможность злоупотребения психиатром своим профессиональным положением как таковым. Уже первый контакт психиатра с пациентом несет себе возможность недобросовестного поведения врача. Поэтому не случайно в законе статьи 23 прописано, что врач в такой ситуации обязан представиться пациенту в качестве психиатра. Но конечно же понимаете, это не распространяется на случай недобровольной деспециализации. Об этом мы уже говорили. С этической точки зрения психиатра не вправе пользуясь своим положением врача заключать имущественные сделки с пациентом, использовать его труд. Например, лечащий врач хотел бы снять жилье, сдаваемое его пациентом или нанять последнего для работы на своем дачном участке, используя его неполную психическую адекватность, манипулируя пациента. Это, конечно, абсолютно недопустимо. Ну и важнейшим фактором, определяющим предупреждение злоупотребления психиатрии является профессиональная независимость врача-психиатра. Вот эта проблема профессиональной независимости врача имеет как морально-этическое, так и социальное, в том числе и правовое измерение. измерение. В 1986 году Всемирная Медицинская Ассоциация принимает декларацию о независимости и профессиональной свободе врача, где прямо говорится, профессиональная свобода предполагает свободу от постоянного вмешательства в лечебный процесс. Всегда и везде следует охранять и защищать независимость профессиональных медицинских и этических решений врача. В Гавайской декларации этот вопрос также занимает важное место. Если пациент или какая-то третья сторона требует от психиатра действий, противоречащих научным званием или этическим знанием или этическим принципам, то психиатр должен отказаться от сотрудничества. Вот это очень важно. Независимость врача-психиатра заключается именно в этом. Потому что никакое давление ни со стороны государства, ни со стороны третьих лиц не должно на него оказываться. и врач не должен ему поддаваться. Ну, здесь вы видите некоторые, можете прочитать названия, некоторые нормативные документы этические, о которых я вам не упоминал, не говорил. Вы можете ознакомиться с презентацией. Ну, и что касается ответственности за нарушение этических норм, как вы понимаете, не идет юридическая ответственность, но тем не менее этическая ответственность. Она предусмотрена для работников психиатрической службы, руководителей учреждений, в котором этот сотрудник работает. Ну, и еще я не коснулся вопроса о конфиденциальности, очень важного вопроса, о защите конфиденциальности психических больных. психиатрической Существует специальная 9-я статья закона Российской Федерации о психиатрической помощи на этот счет. Ну, просто мы скажем, что объектом врачебной тайны в данном случае являются сведения о фактах обращения за психиатрической помощью, о наличии психического расстройства, о лечении психиатра, а также иные сведения о состоянии психического здоровья. А вот субъектом врачебной тайны, то есть лицами, на которых распространяется обязанность не разглашать при оказании медицинской помощи конфиденциальную информацию, являются врачи, психологи, средний медперсонал, санитары, ну и вообще все работники психиатрических учреждений, например, водители машин скорой помощи. Ну, а также студенты, студенты-медики, которым врачебная тайна может стать известной в учебном процессе. И вот это вот законом охраняемая учебная тайна является объектом, таким объективным требованием, которое не зависит от того, заботится ли сам больной об охране сведений о своем здоровье или нет. Это требование объективное. несколько слов мы должны сказать о ВИЧ-инфекции и СПИД и синдроме приобретенного иммунодефицита, собственно, заболевания, которые вызываются при ВИЧ-инфекции. Вы знаете, что в современном мире заболевание, собственно говоря, приобрело характер пандемии и является, может быть, таким вот, как иногда говорят, чумой XX века. И, соответственно, те этические проблемы, которые возникают в связи с этим заболеванием, очень важны по целому ряду причин. Здесь вы видите некоторую статистику, которую по поводу ВИЧ-инфекции и СПИДа мы имеем. Несколько устаревшие данные, но тем не менее по поводу России приводятся, по поводу количества ВИЧ-инфицированных, в частности, в Российской Федерации. Здесь очень важно, что это заболевание, оно связано с такими вот, скажем так, проблематичными с этической точки зрения сферами, сексуальной сферы. ВИЧ-инфекции, ну и как вы знаете, очень важна социальная проблема потребления наркотика, очень тесно связана с проблемой распространения ВИЧ-инфекции, что естественно сказывается, да, на этической проблематике в данной сфере. Видите, да, что в частности в России ВИЧ-инфекции чаще поражают молодое население. 75% зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции являются у лиц возраста 15 до 30 лет. Ну и растет доля женщин, да, в этом. Ну, собственно говоря, подошли к морально-этическим проблемам, да, которые в этой связи с, скажем так, темпами распространения ВИЧ-инфекции, да, и так далее возникают. Итак, многообразие морально-этических вопросов, связанных с ВИЧ-инфекцией, определяется следующими факторами. Во-первых, СПИД является заболеванием с чрезвычайно высокой смертностью. Очень высокой смертностью. Далее, ВИЧ-инфекция уже стала пандемией, то есть ее распространение не сдерживается ни географическими, ни государственными, ни культурными границами. Далее, этиология СПИДа в большинстве случаев связана с интимными сторонами жизни людей, как мы уже говорили, с человеческой сексуальностью, а также с такими формами девиантного поведения, отлоняющегося, как злоупотребление наркотиками. И что очень важно, что поскольку ВИЧ идет о таких особых специфических способах передачи динфекции, то здесь, как мы знаем, возникает проблема любого, скажем так, вмешательства в организм человека, то есть проблема ядрогении СПИДа, ядрогении ВИЧ-инфекции. Ну, естественный страх человека перед неизлечимой болезнью часто становится источником неадекватного поведения многих людей в отношении СПИДа, что в свою очередь порождает своеобразный феномен массового сознания, вот ту самую спидофобию, которую я уже упоминал. Собственно, это такой вот феномен массового сознания, а не как иначе. Также, высокая стоимость лечения лечения, нечинфицированных и особенно больных спидом в сочетании с неуклонным ростом числа лиц, нуждающихся в таком лечении, побуждает стоим спором на тему справедливости социальных, оптимального распределения ресурсов и здравоохранения, которые даже в богатых странах выриспечены всегда ограничены. Поэтому можно сказать, что все, практически все важнейшие вопросы современной медицинской лечики, например, сохранение врачебной тайны, уважение автономии личности пациента, предупреждение дискриминации пациента в связи с характером их заболевания, право больного на достойную смерть и так далее, требуют конкретизации углубленного анализа применительно к ВИЧ идентифицированным и больным спидом. Ну, вот что такое спидофобия, да, можно более подробно должны поговорить. Это феномен массового сознания, то есть это социально-психологический феномен. Неизбежной реакцией большинства людей на слово спид является страх. Страх перед заражением, перед умиранием, смертью, как таковое, страх перед бессилием медицины и общества в целом, который, собственно говоря, не может противопоставить спиду что-либо действенное, достаточно действенное, скажем так. к несчастью, одним из парадоксальных проявлений спидофобии является бессознательное стремление людей как бы забыть об угрозе, отвернуться от нее. Ну, необходимо, конечно, напомнить, да, одно очень важное требование биомедицинской этики. Недопустимость врача, медсестры, медицинского психолога и так далее. Навязывание, да, своего мировоззрения, своих религиозных, философских взглядов убить пациенту. Вот уважение и автономии пациента это очень важно, да, уважительное отношение к его системе ценностей, особенностям индивидуальности и так далее. И это, собственно говоря, и относится в том числе и к проблеме рассматривая нашими нами проблемами. То есть недопустимо ни в коей мере, да, как-либо дискриминировать ВИЧ-инфицированных. Несмотря, да, на их, скажем так, некую социальную девиацию, да, если можно так сказать, на этом основании они не должны подвергаться дискриминации или там сексуальных ориентаций, ориентация тоже не должна быть причиной подобной дискриминации, а в частности вот по отношению к ВИЧ-инфекции мы, к сожалению, такую дискриминацию наблюдаем. Группы риска, да, так называемые, выделяются, которые в какой-то степени дискриминируются. Далее, отказ врачей и других представителей медицинской профессии оказывать помощь вещеинфицированным людям это едва ли не самая такая вот напряженная с точки зрения медицинской этики проблема. Исследования показали, что еще в 90-е годы например, США это исследование проводилось. Отказывая в помощи больным СПИДом, врачи ссылались во-первых на недостаточную специальную подготовку, страх перед инфицированием, отвращение например, гомосексуалистам, наркоманам и другим представителям группы повышенного риска вот этого отвращения, да, о котором я говорил, которое в общем-то не должно быть у врача. Ну, и также ссылались на опасения отвергнуть других пациентов, да, опасения то, что другие пациенты перестанут быть их пациентами, да, если узнают о том, что врач имел дело, например, с инфицированием. Ну, и, конечно, наряду с отказом помощи с инфицированием, грубейшим нарушением профессиональной медицинской этики является разглашение соответствующего диагноза. Имеется огромное множество примеров, когда такого рода неэтичное и противопоказанное поведение инициировало дискриминацию, ну, и даже прямое насилие по отношению к вирусу-носителям или больным СПИДом. И вот разглашение врачебной тайны медиками часто было проявлением все той же спидофобии в обществе. То есть работники здравоохранения не только нарушали законы права своих пациентов, но и сами становились проводниками настроений страха перед СПИДом. То есть сами как бы были участниками спидофобии, насаждения этой спидофобии. Ну и собственно говоря в основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан содержит что это требование которое в связи с проблемой ВИЧ инфекции и СПИД нужно подчеркнуть особо. Гражданину должна быть подтверждена конфиденциальность передаваемых им сведений. Вот это очень важно. Ну и конечно же некоторые проблемы возникают при проведении тестирования из клининга на ВИЧ инфекцию. И здесь нужно отметить что принцип уважения автономии пациента не должен нарушаться то есть он в этом смысле в этой сфере должен играть такую же роль как и во всех других областях медицины. Скрининг это выявление чистоты нераспознанной заболеваемости с помощью быстродействующих тестов. как правило скрининг предполагает плановое тестирование в рамках всей популяции или отдельных групп внутри популяции. Ну и здесь очень важно отметить что возможность пройти тест на наличие например антител КВИЧ должна предоставляться каждому. В современном обществе тестирование может быть добровольным и обязательным. При добровольном анонимном тестировании пациент регистрируется под номером при этом конечно допустимо указать указание демографической информации возраст полкинг но документы не заносятся ни фамилия ни адрес обследуемых. И в этом смысле грубейшим нарушением профессиональной этики будет непредваряемое каким-либо компетентным консультированием сообщение пациенту о положительном результате тестирования если он еще не подтвержден в повторном анализе. Эта проблема сообщения пациенту о положительном тесте на ВИЧ на самом деле очень серьезная потому что может иметь место ложный положительный результат. сообщение подобной информации человеку может очень серьезно ему навредить в том числе и в психическом смысле как вы понимаете. Проблемы обязательного тестирования скрининга на ВИЧ вызывают бурные споры в которых переплетены научно-эпидемиологические морально-этические правовые социально-экономические и даже политические аспекты. Во многих странах принят обязательный скрининг на ВИЧ крови донорских органов и тканей что собственно вполне оправдано. В Соединенных Штатах например в 85 году было обведено обязательное тестирование в армии то есть военнослужащие обязательно тестируются на спид но и на стране для того чтобы устроиться на работу то в общем-то в некоторой сфере такой вот скажем так анализ на ВИЧ-инфекцию лечи ВИЧ-инфекции тоже необходимо проходить в обязательном порядке. Тем не менее несмотря на скажем так серьезность опасности в том числе социальную опасность этого заболевания спидофобия как такова уже с вами сказали является все-таки феноменом социокультурным в большей степени порожденным страхом. но собственно говоря и в нашей стране и в мире цел постепенно да как бы вот эта спидофобия можно так сказать берется под контроль но сейчас мы вообще стоим на пороге возникновения других фобий в этом смысле я имею ввиду ситуацию с коронавирусом которая только началась на самом деле и как она будет развиваться дальше и каким социальным последствиям приведет можно только гадать хотя уже каким-то последствиям привела ну вот на сегодня все спасибо за внимание всего доброго до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...